Один угол равноветрия этого треугольника в два раза больше другого. Каковы углы этого треугольника? Так, ну, здесь стандартная проблема. Очень любят в начальных учебниках геометрии, в начальных уроках, не говорить, какой. Это для того, чтобы вы сами сообразили, что на самом деле это два варианта. Или что-то у тебя один вариант? Два. Два варианта. Какие варианты? Если пол, 7, 2, 1. Не-не, я не прочистил. Я про картинку. Если вот этот угол два раза больше, это одна картинка, да? Если он идет... А другая картинка наоборот. Потом партия меньше. Вот этот угол большой, а эти уголы маленькие. Поняли? Да. Да. Конечно. Потому что в одном случае альфа – это 45, а в другом случае 5 альфа – это 180 градусов, соответственно, альфа – это сколько? 6, альфа – это 180 градусов. Вот. Вопрос. Понимаете ли вы, что эти треугольники что-то особое? Что оба очень часто встречаются в геометрии. Смотрите. Вот этот треугольник – это есть лишь шесть штук – прямоугольный и равнобедренный треугольник. Правильно? Ну да. А это что такое? Это просто. А это, ну, вспомним, что есть такая замечательная фигура. Это одна пятая пятиугольник. Вот, 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 правильный пятиугольник. И у правильного пятиугольника, если провести диагонали, то эти углы будут все равны. Правда, не очень понятно, как это доказать. Но если бы мы это знали, то в таком случае, смотрите, как у нас замечание получилось, что вот эти углы тоже равны, и, значит, получилось бы, что этот угол в два раза меньше этого. Согласны? Да. Значит, если мы с вами сейчас поймем, почему неправильного пятиугольника. все углы равны, вот эти три угла, то в таком случае мы поймем, что это вот тот самый пятиугольник. Да? Правильный пятиугольник на все стороны равны, сколько взаимодействует? Да. Да, конечно. Да, конечно. Вот так? Да, конечно. А третьим? А третьим? А третьим? У нас получается... Абсолютно понятно объяснили, почему равны вот эти углы. Безусловно, безусловно. Вопрос, почему это очень интересная вещь. То есть, понимаете, правильный пятиугольник – это все-таки очень важная антигементия картинка. Вот, и увидеть, что там эти углы равны. Кстати, теорема верна для любого. То есть, не обязательно для пятиугольника. Пятиугольник состоит из трех теугольниц. Стоит, может быть, на пятницу и на шестницу? Конечно. Полезна теорема вписанная. Вы понимаете, что правильный пятиугольник вписан в окружность? Да. Классно? Правильный пятиугольник, как и любой правильный многоугольник, конечно, является вписан. Вот есть окружность, которая проходит через все точки. Так? Да. Но, когда у вас есть любая окружность и любая пугольник, то есть великая теорема о вписанном угле. Вы понимаете, что вот этот угол в два раза больше вписанного играющегося на ту же углу. Так? Да. Значит, тот угол в два раза меньше центрального. Конечно. А центральный-то не тот же. Центральный 360. И разделить на два – это вписанное. Вот этот вот угол, например, это что такое? Это половина от такого. Или что такое вот этот угол? Это половина от такого. Ну, а когда вы берете половину от 360 градусов, то, конечно, 36 градусов. Очевидно? Вот. И заметьте еще раз – это для любого правильного угла. Берете 2021 угольник, и вы легко можете в него увидеть вот этот же фигур. Потому что там то же самое, все стороны одинаковые, значит, все вот такие будут одинаковые. Вот это тоже одинаковое. Все равно.